В своих видео об ораторском искусстве я много говорю о том, как красноречиво и убедительно говорить. Но сегодня речь пойдет о другом навыке, о умении слушать. Если по природе своей вы человек застенчивый и робкий, и красноречиво говорить у вас пока не получается, не расстраивайтесь. Скорее всего, вы обладаете редким и очень ценным талантом, умением слушать. Мы стремимся научиться хорошо говорить, чтобы заинтересовать слушателей собой или тем, о чем мы говорим. Но правда заключается в том, что люди озабочены в первую очередь своей собственной персоной. Их мысли заняты их личными проблемами, планами и чаяниями. И в самую последнюю очередь их волнует ваше красноречие. То, насколько вы хороший собеседник, оценивают не потому, что или как вы говорите, но потому, насколько вы умеете слушать. Это происходит потому, что внимательно выслушивая, не перебивая другого человека, вы даете ему понять, что то, о чем он говорит, важно для вас. И вы располагаете его к себе. Многие способны часами говорить о себе и своих проблемах. Но мало кто способен слушать. Сомневаетесь? Проведите эксперимент. Заговорите с несколькими своими знакомыми, рассказывая о себе. И засеките, сколько пройдет времени. Прежде чем ваш собеседник перебьет вас словами «а вот я» или «а вот у меня», это удивительно. Но большинство людей не способны слушать, не перебивая хотя бы минуту. Пока вы говорите, ваш собеседник не слышит вас. Он занят обдумыванием того, что ответит вам. Недаром существует поговорка «все лгут». Но это ничего не меняет, потому что никто никого не слушает. Найти человека, которому можно излиться – большой успех. Такой человек – золото. Поэтому развивайте в себе талант слушания. И вы будете располагать к себе любого собеседника. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам счастья. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok